Я думаю, что наши ситуации были очень похожи, потому что, с одной стороны, Украина находится в экзистенциальных условиях, экзистенциальной угрозы. То есть вопрос стоит так. Путин решил разрушить украинскую государственность. Для него вопрос разрушения украинской государственности, вопрос жизни и смерти для себя самого. И, конечно, есть проблемы большие в Украине, но надо понимать, что и в России есть не менее проблемы. И с уменьшением цены на нефть, и с большими санкциями, и с большими экономическими проблемами, которые вызывают эти санкции, запас прочности России, путинской России, он тает, как шагриня его кожа. Сейчас главное Украине продержаться, главное Украине через этот период пройти. И для этого, я думаю, мы все понимаем, я думаю, прекрасно это понимают каждый украинец и каждый патриот этой великой страны, и в том числе и большая часть политической элиты, что нужно проводить быстрые реформы. А реформы – это не общее слово. Реформы – это, в первую очередь, решить фундаментальный вопрос, фундаментальный вызов для украинской государственности, для каждого украинца. Это борьба с коррупцией. Вы считаете, что самое главное – это начать борьбу с коррупцией? А что для этого, на ваш взгляд, самое важное? Ну вот, люди ссылаться на опыт сингапурского премьера Ли Куан Ю, который говорил, знаете, для того, чтобы начать борьбу с коррупцией, надо несколько самых близких друзей отправить за решетку. Согласны с такой постановкой вопроса? Не без этого, не без этого. То есть, надо начать… То есть, главное – отказаться от кумовства, от клановости. И очень важно несколько вещей. То есть, во-первых, полностью нужно избавляться от… У меня, например, со мной не разговаривает половина моих родственников. И это нормально. Потому что, когда я пришел к власти, они считали, что нормально. То есть, мой предшественник делал деньги, там вся его семья была очень богатая. Ну, естественно, сейчас настало наше время. И не тут-то было. И не только я не помогал, но и активно поручил руководителям своих правоохранительных структур следить за тем, чтобы никто из родственников президента, членов семьи, не был успешным деланием бизнеса. Или одноклассников, или каких-то других друзей и так далее. Естественно, их это не обрадовало. Грузия – маленькая страна, все со всеми связаны. Ну, вот смотрите, Михаил Николаевич, и вот теперь, после того, как вы провели такое количество успешных реформ, и на ваш опыт все время ссылаются, вот вы лично, увы, потеряли возможность жить в груди, против вас пытаются возбуждать уголовные дела, вас преследуют. Вот посмотрите, любой украинский реформатор, глядя на вас, будет долго чесать, как говорится, в затылке. А мне это надо? Чтобы потом меня все возненавидели и начали тоже, значит, меня вот так вот гнобить. Это вы, как мой сын восьмилетний, говорите. Ему свой одноклассник спросил недавно, я просто присутствовал при их разговоре на телефоне, говорит, не ты хочешь стать президентом? Он говорит, нет, того еще не хватало. Говорит, вот живешь, живешь себе там, потом был президентом там 10 лет, потом другой стал президентом, и потом вдруг у тебя нет собственного дома, он объяснил. Потому что действительно, теперешняя правительство Грузии комфисковало не только мою квартиру, мою двухгектарную виноградник, единственная собственность, которая есть и квартира, там, 5-комнат, 4-комнат, 90-х годов, которая у нас есть. Но у моей бабушки Хонду 16-летняя давность. Но это все временные события. Да, у нас был реванш и корруппировок старых сил. Но даже несмотря на это, надо понимать, что пришли буквально в смысле люди, которые были полностью реваншистами, и которые все хотели свернуть обратно. Но все институты Грузии, которые мы создали, у нас самая быстрая таможенная процедура в мире. Самая быстрая регистрация компаний. Самое быстрое оформление имущества. У нас самая быстрая выдача документов личности. Все эти вещи, вот про аспорт, про все эти вещи, несмотря на то, что с моей точки зрения, государственной точки зрения, пришли реваншисты и просто дикари, я говорю чисто в государственном смысле этого слова, система настолько хорошо отложена, что даже вот эти политические, как в каком-то смысле дикари, не смогли ее свернуть с пути. И это есть главный критерий реформ. Не судьба реформата, не то, что никто из моих там членов правительства не стал, не только, что практически никто, но есть там маленькие исключения, не только не заработал никаких денег, но многие из них там все время сейчас и ищут работу, и нашли работу по всему миру, но это не главное. В Украине есть большие проблемы. Украину грабят все последние 25 лет. А может быть из вас, из вашего правительства кто-то найдет работу в Украине? Ну, знаете, в первую очередь, мое фундаментальное убеждение, что в Украине достаточно много талантливых украинцев, и в первую очередь, конечно, они должны поменять Украину. В Украине первое нужно, когда мы говорим, что нужны изменения, нужна новая кровь, нужны новые талантливые люди. Всех поколений, но особенно молодежи. У вас есть очень много образованной, хорошей молодежи. Что касается грузинского опыта, то у нас есть грузинские офицеры, которые проливают кровь за Украину, потому что это вопрос выживания. Вопрос успеха Украины, это вопрос, быть или не быть моей собственной Грузии. Быть или не быть наше будущее. Михаил Николаевич, извините, что я вас не убиваю. Тут просто гости нашей студии тоже хотели бы задать вопросы. Вот, например, Александр Вилпул, представитель оппозиционного блока, он просто первый поднял руку, потом Алексей Гончаренко, потом вы. Я первый, кстати, поднял руку. Не, 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 давайте, Александр Юрьевич. Господин президент, я несколько раз был в Грузии, мы с вами там, кстати, встречались. И я считаю, что в Грузии были проведены прекрасные фундаментальные реформы, и во многом это может быть для нас образцом. Хотя мы видим, что, к сожалению, за короткий промежуток времени проводится ревизия, все пересматривается и так далее. Это большая проблема. Вот сейчас, насколько я знаю, двое людей из правительства Грузии, из вашей команды практически, рассматриваются на должности уже, соответственно, на Украине. И если они были успешны, то они могут быть и хорошими советниками, и хорошими консультантами и так далее. У меня к вам один вопрос. Вы хорошо знаете, кроме Грузии, вы хорошо знаете Украину. Вы здесь учились, и частный гость, и много советуете. Спасибо вам за это. Скажите, зная качество сегодняшней украинской власти, украинского политикума, как вы думаете, их тут будет кто-нибудь слушать, их советы, то, что они будут говорить? И будут ли так делать? Спасибо. Я думаю, что в первую очередь, я думаю, что нам нужно послушать собственный народ. И собственный народ очень четко вам говорит, что жить по-прежнему он не разрешит. Или он требует, и он заставит политическую элиту жить по новым правилам, или поменяет эту элиту на другую, которая будет жить по новым правилам. Потому что украинский народ, и вообще украинское общество пошло очень намного вперед. И это показали все последние события. Это показали, кстати, я думаю, что разные мнения могут быть у вашей аудитории, но и последние выборы. Это потрясающе утонченный, умный, смелый, образованный народ. В целом, общество. Многоэтническое, многокультурное, состоящее из многих элементов, но действительно большая, серьезная обществ. И поэтому, грузинский опыт, как раз вы сказали, что там все арты вот реформы, но я говорю, что, конечно, через какое-то время, любой реформатор, любой человек, который, как бы, сделал то, что мы делали, то есть не разрешил своим кумовям захватывать бизнес, не разрешил то, что происходит у вас в Украине постоянно. У вас там в аренду сдаются предприятия, арендаторы выплачивают 200 тысяч в год, а забирают из этого предприятия 100 миллионов. И потом перераспределять это на то, что там кого-то подкупить, кого-то там запугать, просто забирать себя за границу на свои счета. Вас постоянно грабили в вашу страну. Потом это все еще перератекался в политический класс, и практически ходила каннибализация страны. То есть, главное, что урок наш, думаю, не то, что кого-то послушать, главный мой совет, и думаю, что требование общества. Надо начать сажать коррумпированных общественных и других деятелей. Спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста, Алексей Гончаренко. Михаил Николаевич, я вас попрошу чуть короче ваши ответы, если можно, потому что мне хотелось бы, чтобы мы успели до рекламы. Пожалуйста. Мне очень приятно вас видеть и приятно задать вам вопрос. У меня их два коротких. Первый. Только что представители нашей оппозиции сказали, что они видят реформы следующим образом, и подали первые законопроекты. Заморозить административно цены и поднять социальные выплаты. Ваш опыт грузинский реформ действительно очень значимый. Считаете ли вы такой подход правильным? И второй. Как человек, который прошел большой путь, от каких ошибок вы хотели бы предостеречь новое украинское правительство и новую команду, которая сегодня будет реализовать реформы? Мадлоба. В первую очередь, ни в коем случае не откладывать вещи, в зависимости от того, кого-то не обидеть, кого-то не наступить. Сейчас главное понять, что вот это направление, надо туда быстро двигаться и все равно расталкивать локтями кого угодно. Любые там интересы, любые там заслуги других людей. Вот это народ требует, чтобы вы двигались вперед. Что нужно делать? Не старыми советскими методами. Надо заканчивать совком. Главное, мы что делаем? Мы снизили налоги на 60% в груди моментально. У нас казна была пуста. Мы снизили налоги, у нас налоговое поступление выросло, ровно, если вы пересчитываете математически, почти 20 раз. У нас бюджет вырос в 11 раз. То есть, раньше все эти деньги шли в карманы, короба правораватых чиновников. Мы вернули деньги народу в условиях меньших налогов. Первое. Второе. Сократить госаппарат. У вашего госаппарата слишком много функций. Они занимаются всем, чем угодно, реально ничем не занимаются, кроме того, что выманивают деньги людей. Что у нас не расходят? Они просто делают... 48. Да, у нас обходилось. Мы конституционно поменяли, и у нас не могло быть больше 30. Реально мы 27-28 процентов делали. Надо сокращать вот это бремя, потому что это бремя вы реально кормите чиновников, которые у вас последнюю кровь высасывают. Страна этого просто не выдержит. Каждый из них будет... И мой совет, они будут доказывать сейчас. Каждый департамент министерства, новый министр... Вот наш департамент нужен. Без этого, без нас, произойдут пожары. Там люди отравятся. Все разрушится. Так гнать их шею. Неправда это все. Михаил, у нас минута осталась. Пожалуйста. Пожалуйста, последний вопрос. Вадим Харачев. Тогда очень короткий вопрос. Какая была ежегодная помощь США Грузии на реформы? Из каких источников финансировалась реформированная полиция? Это очень важно, потому что Курейна большая страна. Понятный вопрос. Это рассказывал Путин, эти байки, насчет того, как нас Америка кормила. Хотел бы я, чтобы она нас кормила. На самом деле, все наши деньги, все пришли за счет того, что мы не разрешали красть и заставили их принести то, что они украли обратно. Не было ни одного миллиона, по крайней мере, первые годы наших реформ. После войны они чуть-чуть помогли. Не было ни одного миллиона, который они нам дали. Это все было за счет того, что мы сократили регулирование, сократили аппарат, реально поменяли, практически поменяли всю таможенную, поменяли всю полицию, сократили их несколько раз, сократили их функции, освободили бизнес. Грузия на восьмом месте в мире, по простоте, было при моем деле не бизнеса. Справились с криминалом. У нас самая безопасная страна была в Европе. И пошли деньги, пошли инвестиции. У нас туризм вырос, а в Украине больше потенциала даже. Михаил Николаевич, извините, что я вас перебиваю. Михаил Николаевич, спасибо вам огромное. Не верьте тому, что Америка вас будет кормить. Вы сами можете себя прокормить.